всем привет меня зовут вика я рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу вам рассказать о своем челлендже по вязанию брелочков который я начала уже в своих других соц сетях и также здесь есть уже видео с этого челленджа на youtube канале но в разделе видео shots то есть коротких роликах и теперь я буду снимать подробные мастер-классы на каждый из таких брелочков на канал уже полными видео потому что некоторые брелки вяжутся так что не очень понятно как там что вязать по тексту да я решила что конечно же буду снимать полноценные видео чтобы все поняли все смогли связать кто этого захочет и так сегодня мы будем вязать вот такой ананасик и расскажу сначала вам немного о челлендже кто-то мог уже увидеть мои ролики в инстаграме да в телеграме здесь в шоцах в общем я долго думала как расшевелить свою аудиторию чтобы просмотры в рилсах росли и один из хороший способ как это сделать это снимать какой-то сериал у себя фрилсах да чтобы зритель ждал каждый следующий выпуск ему было интересно что же там будет дальше я решила насмотрелась я на девочек которые расписывают клавиатуру возможно вы видели и вставлю здесь вам скрины они снимают ролики то есть как они расписывают клавиатуру то есть алфавита допустим на букву б там они рисуют что-то на букву б какого-нибудь там барбоскина условно да я не знаю сейчас на ум на бы ничего не приходит быстро вот в общем суть в том что на каждую букву рисуется что-то на эту букву что начинается на эту букву да но они рисуют мультяшек и я решила значит адаптировать это все под себя и придумала что я возьму наш русский алфавит и буду вязать брелки тоже на наши русские буквы то есть на а мы вяжем с вами ананас на б этом вяжем что-то на б на в что-то на в и так далее и то есть на каждую букву будет к отдельный брелок и отдельный ролик то есть у нас 33 буквы в алфавите значит будет 33 брелка единственное там буквы есть у нас и мягкий знак и твердый знак с ними я пока не решила что буду делать но может у вас есть идея подкиньте мне в комментариях вот и в общем то как в коротких роликах я снимаю просто такие завлекающие видео да смотрите там что я связала и так же в комментариях вы можете мне под этими короткими роликами оставлять свои предложения что будем вязать на следующую букву то есть в конце каждого ролика я спрашиваю своих зрителей что мы вяжем там на букву б на в на г и так далее сейчас на когда я снимаю это видео у меня уже отвязано 4 брелка то есть я уже связала до буквы г точнее до д сг включительно 4 брелка у нас готовы вы можете их увидеть моих других соц сетях также все текстовые описания у меня есть в телеграм-канале в инстаграме в кон нет в контакте нету в контакте не скидывал в общем все мои соц сети начинаются также как называются также как называется youtube канал матвеева то есть поэтому если вы где-то хотите меня найти будь то тик ток инстаграм телеграмм вк все это можно найти по одному моему нику вот и в телеграме уже есть текстовое описание на все на 4 брелочка здесь постепенно будут каждый день выходить видео до по с подробным мастер-классом если по тексту что-то непонятно так в принципе если по тексту если вы уже более опытные можете вязать по тексту пожалуйста переходите смотрите вяжите значит что нам понадобится сегодня вот такой ананасик вяжем еще хочу вам показать так что у меня есть еще вот такой ананасик маленький размерчик да видите он связан из мулине в одну ниточку от пасмы крючком 0 5 миллиметров то есть я его вязала по этой же схеме по той же самой по которой мы будем вязать сегодня вот он у меня на ключах вот такой вот малютка я люблю вот этих малышей но вязать было сложно признаюсь честно поэтому если нет опыта в миниатюрах и вам просто не нравится даже не мучайтесь не пытайтесь вязать вот мы с вами сегодня вяжем в такой ананас связан он одинаково то что размер получился разный это просто вот вот так вот в разные дни вязала схема здесь одна и та же знать что нам понадобится пряжи yarnart джинс как всегда вы как всегда можете брать любую здесь подойдет вообще любая фактурная не вообще не важно главное чтобы пряжа зеленого и желтого цвета у вас было одного метража крючок 175 миллиметров значит наполнитель соответственно сегодня в мастер-классе я буду вязать без глаз без улыбки если вы хотите глаза улыбка я расскажу как вставить где вставить с по моему 67 миллиметров здесь глаз также у меня немножко тонированы щечки в этом я ничего не буду делать с которыми сегодня вязали захотела чтобы он был просто такой вот обычный и понадобится нам вот такие крепления для брелков если кому-то надо в общем даже если не надо вот здесь вот сейчас артикул пропишу с wildberries а то есть вводите вот эти цифры на вал перес и находите вот это крепление это крепление смотрите она у меня вот с таким замочком то есть она легко снимается вот хоп вот так выглядит скажу что имею уже большой опыт вязание брелков и вот такое крепление мне понравилось гораздо больше потому что до этого у меня было просто без вот этого замочка просто вот эти вот кругляшки цепочка да и это мучение просто постоянно вот эту вот раздвигать плоскогубцами потому что у меня об еще и вечно при этом ломался ноготь либо мне просили приходилось просить мужа потому что мне не получалось в общем лучше берите вот с таким вот раз отстегнули раз пристегнули никаких плоскогубцев никаких мучений ничего не надо ну и все уже много болтаю давайте погнали вязать сегодня мы с вами вяжем ананас поехали начинаем вязание желтым цветом делаем кольцо амигуруми в кольцо провязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 провязали 6 столбиков стягиваем стянули и соединяем соединительным столбиком первый ряд готов 6 столбиков у нас по кругу дальше второй ряд вяжем 6 прибавок то есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида то есть 1 провязали и сюда же вяжем 2 и таким образом получается прибавка и так в каждую петлю нужно провязать по 2 столбика без накида провязываем 1 и 2 это у нас получилось 2 прибавки 3 прибавку вяжем 1 столбик 2 столбик провязываем до конца ряда 6 прибавок и в конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида вяжем провязали 6 прибавок дальше следующий получается уже третий ряд нам нужно провязать 1 столбик прибавка 6 раз то есть вяжем сначала просто один столбик в следующую петлю вяжем прибавку то есть два столбика без накида в одну петлю 1 провязали и 2 провязали дальше снова просто один столбик после следующую петлю прибавка то есть два столбика в одну петлю и так до конца ряда сначала вяжем столбик потом прибавку всего 6 раз и в конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида провязываем мы провязали третий ряд у нас по кругу 18 столбиков дальше следующие ряды мы будем вязать пышными столбиками как мы вяжем пышные столбики если кто-то вязал со мной елочку то точно так же вяжутся здесь пышные столбики и так смотрите делаем накидку на крючок то есть рабочую нить вот так вот на крючок накидываем показываю еще раз хоп накинули нить на крючок вводим крючок в петлю вели крючок в петлю захватываем рабочую нить протягиваем вытянули на крючке 3 петли снова делаем накид снова вводим крючок сюда же в ту же петлю в ту же самую захватываем рабочую ниточку вытягиваем посильнее вот так вытягиваете побольше вытянули на крючке сейчас 5 петель снова делаем накид и снова сюда же это у нас уже третий раз сюда же вводим крючок и вытягиваем еще раз нить вытянули сейчас пересчитываем все наши вот эти петельки у вас должно быть здесь 7 петель то есть 1 2 3 4 5 6 7 плохо их видно но если пересчитаете будет 7 петель теперь захватываем рабочую ниточку крючком и через все 7 петель провязываем провязали на крючке осталась одна петля захватываем рабочую нить и провязываем через эту петлю все у нас получился таким образом один пышный столбик показываю еще раз теперь нам надо в каждую петлю в каждую из 18 петель провязать пышный столбик то есть всего 18 показываю еще раз делаем накид вводим крючок в петлю захватываем рабочую ниточку вытягиваем на крючке 3 петли снова делаем накид сюда же вводим крючок вытягиваем рабочую ниточку вытянули на крючке 5 петель захватываем делаем накид вводим крючок сюда же третий раз вытягиваем рабочую ниточку на крючке 7 петель захватываем рабочую нить и через все 7 петель провязываю провязали остается одна петля захватываем рабочую нить и через нее протягиваем петельку вот так вот получился 2 пышный столбик дальше снова делаем накид в следующую петлю вводим крючок вытягиваем на крючке 3 петли второй раз накид вводим сюда же крючок захватываем вытягиваем рабочую нить и на крючке 5 петель снова накид сюда же вводим крючок вытягиваем рабочую ниточку вытянули на крючке 7 петель захватили рабочую ниточку и через все 7 петель провязали дальше захватили рабочую ниточку через одну петлю провязали таким образом вяжутся пышные столбики вяжем сейчас до конца ряда то есть в каждую нашу петлю пышный столбик и всего пышных столбиков у вас будет 18 таким же образом как сейчас провязали провязываем до конца ряда довязали до конца ряда пересчитайте проверьте чтобы пышных столбиков было 18 дальше вот в этот пышный столбик самый первый мы делаем соединительный столбик то есть мы ввели в него крючок захватили рабочую ниточку вытянули и сразу же сюда на петлю через петлю который у нас на крючке все сделали соединительный столбик дальше набираем 3 воздушные петли это будут петли подъема и каждый следующий ряд мы будем начинать именно с вот этих трех петель подъема то есть в конце каждого ряда мы будем делать соединительный столбик а в начале каждого ряда 3 воздушные петли мы сделали 3 воздушные петли дальше снова вяжем пышные столбики вяжем тоже 18 над каждым пышным столбиком предыдущего ряда то есть смотрите делаем накид вот находим петля нашего пышного столбика 1 вводим в нее крючок в саму петлю и провязываем точно такой же пышный столбик два раза три раза провязали пышный столбик до дальше находим наш следующий пышный столбик видим да вот она петля и в нее провязываем следующий пышный столбик 2 3 провязали и так далее то есть смотрите у нас здесь еще могут попадаться вот эти петли которые как бы как будто между пышного столбика в них провязывать не нужно то есть мы вяжем пышный столбик то есть только вот в эти петли четко над столбиком вот смотрите как у вас идет пышный столбик над пышным столбиком вводим крючок и провязываем то есть вот эти петли которые образуются между пышных столбиков их вообще не трогаем как они есть так они есть в них ничего не в не связываем не провязываем вот получается у нас так и до конца ряда также в каждый пышный столбик провязываем пышный столбик и должно у вас их также остаться 18 вяжем до конца ряда пышные столбики провязали вот так должно у вас получаться провязываем до конца довязали до конца ряда вот что у вас должно получиться уже пошло смотрите закругление вверх 18 пышных столбиков у нас проверили себя до делаем здесь соединительный столбик также вот в этот первый пышный столбик так не фокусируется вот этот вот наш первый пышный столбик в него нашли именно в эту петлю которая где пышный столбик не в воздушные петли потому что если будете делать воздушные петли у вас будет косить именно в эту петлю которая над пышным столбиком вытягиваем рабочую ниточку и провязываем через ту которая на крючке сделали соединительный столбик снова набираем 3 воздушные петли и снова вяжем пышные столбики над каждым пышным столбиком то есть точно также провязываем и нам таким образом нужно провязать еще пять рядов то есть всего 7 рядов должно быть у вас с пышными столбиками вот так друг над другом да то есть смотрим провязываем самостоятельно еще пять рядов с пышными столбиками и внимание обращаем на то что каждый пышный столбик у нас вяжется вот в эту петлю которая над пышным столбиком до от пышного столбика вот вот эти вот петли которые между мы их не трогаем не трогаем провязываем вот сюда то есть каждый пышный столбик идет четко над пышным столбиком предыдущего ряда вяжем еще пять рядов и возвращаемся провязали еще пять рядов то есть всего у нас получилось смотрите с пышными столбиками 7 рядов проверяем себя 1 2 3 4 5 6 7 вот так вот у вас получится должно теперь если хотите глаза делать то вставляем глаза я у этого ананаса не будут вставлять глаза хочу чтобы он обычный был и смотрите вставляем глаза примерно так раз два три четыре в четвертом ряду с пышными столбиками если считать от верха именно сами пышные столбики раз два три четыре вставляйте глаза и смотрите так как здесь все-таки некоторые просветы будут у вас из-за того что вот между столбиками образуется петля то когда вставите глаза сзади поставьте заглушку и зажигалкой подпалите ее чтобы глаз никуда не делся вот чтобы он плотно сидел потому что из-за этих дырочек глаза могут выпадать если подожгете подплавите и сплюсните ножку то глаз никуда не денется ну соответственно брови я здесь вышила так какая-то ерунда брови вышила улыбку и немножко тонировкой щечки то есть просто взяла сухую пастель и прям пастелью вот так вот намазала если хотите то вставляем глаза на этом этапе то есть когда вот 7 рядов провязали можно вставить глаза а улыбку и брови вышиваем уже когда наполним когда закончим весь ананас тогда уже улыбка брови и щечки и так я думаю все понятно значит у нас сейчас здесь 7 рядов пышных столбиков а всего у нас получается 11 рядов если считать вместе вот с этими тремя 10 получается рядов до дальше следующий ряд мы будем вязать 18 столбиков просто обычных столбиков без накида значит так воздушные петли здесь уже не делаем провязываем также столбики без накида именно в пышные столбики чтобы было 18 вот у нас пышный столбик вводим сюда крючок и провязываем обычный столбик без накида провязали дальше находим следующий пышный столбик вот эти опять петельки которые между столбиков вот эти вот мы их не трогаем вяжем четко в пышные столбики вот в эту вот в эту петлю которая да так провязываем второй столбик подтягиваем хорошо третий столбик потуже здесь вяжем 4 5 вяжем четко еще раз повторяю в пышные столбики потому что если куда-то провяжите еще дополнительно в эти петли которые здесь вот нас идут то что вот если смотрите смотреть сверху то здесь как бы получается 1 2 3 петли а в пышном столбики 1 мы вяжем именно в нее если куда-то лишнего провяжите то уже будет у вас больше петель и уже соответственно получится все неправильно то есть в каждый пышный столбик провязываем всего будет у нас здесь 18 столбиков без накида до конца ряда вяжем и хорошо подтягиваем видите начало сужаться отверстие потому что потуже вяжем и столбики без накида до конца ряда вяжем так провязали и последний довязали все смотрите вот закругление пошло да и теперь наполняем наполнителем наполняем плотно но не не слишком слишком не увлекайтесь то что если прям очень очень сильно наполните то сильно будет будет видно наполнитель через дырочки поэтому все таки стараемся наполнять плотно но не до каменного состояния наполняем все я наполнила ананасик наполнителем дальше вяжем у нас проверьте себя у вас 18 здесь столбиков и дальше следующий ряд мы вяжем 1 столбик убавка 6 раз теперь мы уже в каждую петлю то есть в первую петлю провязываем столбик без накида обычный столбик провязали дальше вяжем убавку невидимой то есть у нас идет следующая петля мы вводим крючок не за обе стенки петли а только за переднюю вот так вот вводим задние у нас вот она остается сзади вели крючок за переднюю стенку петли и сразу же вводим крючок за переднюю стенку следующей петли то есть за передней стенке 2 петель задние вот здесь остаются не тронуты у нас на крючке 2 вот эти петельки захватываем рабочую ниточку вытягиваем через них на крючке 2 петли захватываем рабочую ниточку провязываем столбик таким образом получилась убавка дальше вяжем обычный столбик без накида провязали подтягиваем и дальше вяжем снова убавку точно также вводим крючок за переднюю стенку первой петли так и сразу же за переднюю стенку второй петли вот таким образом захватываем рабочую нить протягиваем провязываем через две петли на крючке две петли снова захватываем рабочую нить и провязываем через две петли таким образом получилась невидимая убавка дальше вяжем просто обычный столбик без накида снова убавка снова также за передние стенки провязываем нас получился уже столбик убавка три раза провязываем дальше столбик убавка четвертый раз и до конца ряда вяжем столбик убавка 6 раз и в конце ряда у вас должно будет остаться 12 столбиков провязываем до конца столбик убавка довязали до конца ряда столбик убавка 6 раз всего до по кругу у нас получилось и так и у нас осталось 12 столбиков теперь нам нужно сделать 6 убавок за задние стенки убавки будем делать классические не невидимые то есть не такие как мы делали сейчас как мы их делаем смотрите нам нужно передние стенки оставить для травки поэтому вводим крючок за заднюю стенку петли то есть мы видим нашу петлю вот у нас передняя стенка и вон там вон задние мы вводим крючок только за заднюю вот ввели передняя стенка вот она плохо видно но она осталась впереди мы ввели крючок за заднюю стенку первой петли захватываем рабочую ниточку вытягиваем на крючке 2 петли дальше вводим крючок за заднюю стенку следующей петли ввели захватываем рабочую ниточку вытягиваем на крючке 3 петли передние стенки смотрите остались вот становится видно они остались захватываем рабочую ниточку провязываем через все три петли на крючке получилась убавка это классическая убавка не невидима и таких убавок нужно сделать шесть штук то есть вводим крючок в следующую заднюю стенку следующей петли ввели крючок захватили рабочую ниточку вытянули дальше вводим крючок в заднюю стенку следующей петли захватили рабочую ниточку вытянули на крючке 3 петли провязываем через все три петли то есть снова убавка и таким образом мы делаем так не туда они туда провязываем еще четыре убавки то есть всего шесть провязываем 3 я провязала и еще три осталось и то есть у вас должно будет остаться 6 столбиков по кругу так 4 по-моему до 5 и 6 так под конец немножко сложно находить задние стенки но ничего так 6 убавок провязали смотрите вот а передние стенки у вас остались несмотря на то что убавок у нас 6 и 6 петель осталось по кругу то передних стенок у нас осталось 12 так провязали делаем воздушную петлю и отрезаем кончик небольшой сантиметров 67 кончик отрезали вытягиваем и вставляем его в иголку будем собирать петли так вставили нитку в иголку и теперь будем закрывать вот это отверстие которое у нас осталось смотрите за передние стенки петли вводим углу и вытягиваем так ниточку следующую петлю также за в переднюю стенку вводим вытягиваем и так в каждую оставшуюся петлю вводим углу и вытягиваем можно было на этом этапе добавить еще наполнителя если вам недостаточно все прошлись по каждой петле затягиваем и так нас отверстие закрылась так я по-моему еще в одну петлю не сделал все смотрите отверстие закрылась дырочка наша и теперь нужно вот в серединку вот эти дырки закрылись вот тут вот серединка вводим сюда иглу и произвольно выводим в любой точке ананаса вели и вот так вот об это выпуклость которая была она ушла вниз все отрезаем нить можно уже на этом этапе вышить улыбку и брови если глаза у вас стоят а можно это сделать после того как мы сделаем травку и так будем дальше вязать травку берем зеленую ниточку находим наши передние стенки находим начало ряда начало ряда у нас там где вот такая некая ступенька то есть первая передняя стенка у нас вот она последняя вот и между ними как бы такая ступенечка это начало ряда вводим крючок в нашу первую переднюю стенку берем вот таким образом зеленую ниточку на пальчик кладем здесь пальчиком придерживаем большим захватываем и протягивая через петлю все на крючке у нас зеленая нить и набираем 11 воздушных петель набираем 2 3 4 5 так 5 6 7 8 9 10 11 набрали 11 воздушных петель и дальше со второй петли от крючка мы провязываем 10 столбиков без накида вяжем 1 2 3 4 5 так 4 провязали 5 6 7 8 9 и провязываем последний 10 так тут немножко вот эта нитка и и подтягиваем провязали 10 столбиков так эту нитку подтягиваем потом ее спрячем так 10 какой-то 10 столбиков провязали и дальше находим следующую петлю переднюю стенку вводим в нее крючок вытягиваем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида провязали снова набираем 10 воздушных петель 2 11 то есть 3 4 5 6 7 8 9 10 11 снова со второй петли 1 1 пропускаем со второй петли от крючка вяжем 10 столбиков что нитка сегодня расслаивается какой-то плохой джинс вот этот зеленый 2 2 3 так 4 5 так 4 5 6 7 8 9 9 9 10 провязали 10 вот так у вас должно получаться дальше находим следующую переднюю стенку то есть прям каждую находим вводим крючок вытягиваем рабочую ниточку и провязываем столбик через две петли снова набираем 11 воздушных петель 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и как вы уже поняли да мы до конца ряда в каждую переднюю стенку провязываем все то же самое то есть набрали 11 воздушных петель провязали 10 столбиков без накида потом столбик в следующую петлю следующую переднюю стенку да и потом снова 11 воздушных петель 10 столбиков и так до конца ряда проходим то есть всего у вас вот таких вот травинок должно быть 12 провязываем до конца ряда и так я провязала 12 травинок вот мы дошли до конца и вот здесь у нас вот эта ступенька и вводим крючок сюда за переднюю стенку где у нас первая травинка провязана и сделаем соединительный столбик захватываем рабочую ниточку вытягиваем вот у нас две петли на крючке и протягиваем через петлю вот так просто соединительный столбик чтобы у нас желтого пробела здесь не было дальше сделаем воздушную петлю отрежем небольшой кончик и просто спрячем ниточку вот что у вас получилось можно еще вот эти вот всяко будет поправить всяко вот такой ананасик получился вот эти ниточки сейчас вставляем в иголку вот эту вот эту которая у нас от начала ряда их можно здесь между собой завязать на узелок вставить в иголку и спрятать внутрь ананаса произвольно куда-нибудь и все они так закрепится все ниточки я спрятала все в принципе ананасе готов он у меня получился поменьше чем мой первый такой вот просто я его немножко слабее набила и он меньше остается закрепить на кольцо так как у меня вот она просто на замочке я вот так это двигаю и вот так вот его закрепляю через кольцо амигуруми и все если у вас вот этой застежки нет а идут просто вот такие колечки то вы колечко разъединяете также про просовывайте его через несколько петель через одну лучше не надо через 2 там может через три если получится закрепляете и закусывайте кусачками да и все и будет готово такой вот ананасик получился надеюсь что он вам понравился спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки оставляйте комментарии и еще раз напоминаю что все текстовые описания у меня в телеграм канале и также в других моих соц сетях всем спасибо пока пока